здравствуйте владимир очень интересны наши сообщения с вами получились и поэтому там люди смотрят с интересом я хочу вас спросить вот за это время какие-то появились интересные наблюдения или там мысли какие-то с которыми вы хотели бы поделиться что происходит что происходит но когда чем-то очень сильно увлечен вот много об этом думаешь мысли всегда приходит очень много я даже не знаю с какой начать но начну наверное с чего я разных упражнениях говорю мне бы хотелось такое открытие о стресс-тесте рассказать в общем оказывается до этого я не совсем понимал что это такое смотрю я ваш бесплатный ликбез 1 и значит полезное оказалось такое дело это смотреть и вообще как вот люди приходят со своими проблемами и тут же получают очень такой простой простой упражнение что нужно делать чтобы привести себя в порядок его там вы посоветовали одной женщине вот сделать стресс-тест это вот вытянуть руки вперед да и просто представить себе что они расходятся и просто отпустить их не думая и они начнут двигаться я до этого конечно пробовал но я не понимал разницу между тем что вы предлагаете сделать и простыми движениями а ведь там разница есть а то есть механическое движение моторное когда воображаешь себе что они идут и они на автомате пошли вот это в ощущениях я никак не мог понять в чем разница вот это идея моторные так далее и тут я смотрю на женщина у меня так получилось дай думаю попробую я значит тоже перед собой вытягиваю представляю себе отпускаю и они раз сами пошли я думаю вот это я думаю впервые значит чтобы так было а потом думаю а попробую-ка я просто руки раздвинуть не представляю сначала не отпускает знаете я вот их значит раздвигаю и как будто какое-то сопротивление встречается какое-то напряжение совсем другие ощущения когда просто раздвигаешь и когда расслабляешься и представляешь и они сами идут я хочу попутно заметить во первых вы сказали о ликбезах которые мы делаем регулярно они по два с половиной три часа и действительно там люди в зум выходят и смотрят я даю советы и все там друг другу советуют и там такая атмосфера человеческая хорошая все друг другу помогают это очень полезная вещь для каждого и тут вопрос а дело в том что ключевой стресс-тест вот у меня сейчас показывали как вы руки держите на самом деле надо найти такое положение когда плечи не напрягается это первое второе можно себе мысленно представить что они расходятся а может представить себе что они сходятся то есть чему душа лежит и куда они быстрее пойдут отпускать их туда в эту сторону а можно представить себе совсем другое движение но перед этим перед этим если они никак не идут значит просто надо потрястись надо потрястись снять лишнее напряжение снять зажимы потом опять попробовать держать их именно так как комфортнее они вот так чтобы напрягаться найти им положение потом найти образ может быть это магниты или представить что это крылья расходятся и в этот момент бывает что тело начинает покачиваться и надо покачиваться перед этим надо ноги пошире поставить потому что были случаи когда человека так сильно начинает качать как волна да это очень интересная вещь и потом не надо устраивать себе экзамен то есть человек бывает станет и думает пойдут не пойдут это неправильно а надо уже мечтать о том о чем ты хочешь то есть ты думаешь о своих проблемах о своих переживаниях или о своих мечтаниях о своих желаниях а это инструмент для их осуществления и таким образом видите я на ваши вопросы уже дополнительно для всех дал информацию а теперь выдавайте информацию для всех ну информация такая вот перед нашей с вами сейчас встречей значит это же стресс-тест вот все-таки смотришь в каком-то состоянии я чувствую но я уставший такой уже под конец дня напряженный тоже да думаю вот настроиться бы попробовал и знаете не получается то есть я вот действительно чувствую что я напряжен и вот я сделал несколько движений синхрогимнастики знаете вот уже как-то успокоился мне так хорошо стало вот все да я думаю сейчас хасаем маговедовичем поговорю вот руки вытянул сейчас о чем будем говорить и они так пошли у меня вот вот теперь уже хорошо вот это такой очень я считаю важный момент но знаете потом еще мысли стали приходить значит я в детстве вообще увлекался восточными единоборствами у меня карате значит там коричневый пояс определенные успехи были и вы знаете я всегда не понимал китайскую гимнастику тайзи тюань и мне вот я вот отец вот представляете на этих выходных ездил в гости к родителям и отец нашел альбом вручил мне это альбом куда я вкладывал ой вклеивал вырезки из журнала в вот отойди тюань это было 30 лет назад 30 лет назад потрясающе да и так в том то и дело что это же плавные движения и в чем ее лечебность вот я честно там это и было вот я не понимал этого честно вот 30 лет думаю в чем ее лечебность вот это движение плавные значит я так аратист там резкие движения туда-сюда а тут что-то плавное туда-сюда и я понял что когда я пускаю свое тело и как вот вы советуете уже двигаться туда куда тело просит да вот и сейчас скажу интересную вещь позвольте да 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 дело в том что очень многие люди ну которые но в китае живут у них своя культура они там немножко в этом находятся и поэтому у них чаще получается это как надо а вот когда вот в другой стране берут смотрят это цигун например и начинает механически имитировать цигун получается акробатика на самом деле получается механическое движение но по типу цигуна по типу цигуна даже китайцы некоторые сами вот у меня была китайка на ее визитке было написано известный рефлексотерапевт она в москве жила она пришла ко мне в центр защиты от стресса и она мне говорит я известный рефлексотерапевт и так далее я говорю а вот цигун знаете она конечно знаю каждый день делаю покажи пожалуйста она у меня в зале стала и стала делать механические я вижу что она делает механические эти движения я говорю вы неправильно делаете я говорю сделайте хлест сделайте лыжника сделайте шалтай болтай снимите зажатости а теперь сделайте то же самое и она стала по-другому делать и у нее какие-то моменты я чувствую уже руки сами взлетают то есть вот это по существу наша синхро гимнастика которая помогает и цигуну и йоге и другим методом может помогать потому что люди не всегда понимают что значит цигун например цигун это же управление внутренней энергией как ей управлять когда если чек зажатый как он может управлять надо же снять сначала нервномышечные зажимы и вот тогда я придумал как это сочетать поэтому есть ключевой стресс то есть чего вы начали попробуй сам у тебя руки расходятся или нет мечтая желаемых переменных каких-то мечтая своих проблемах том же как ты хочешь измениться улучшиться да и если пошли значит у тебя налаживается связь между твоей волей между сознанием образом будущего и рефлексами тела налаживается связь значит ты не зажат а если ты мечтаешь нашел удобное положение а руки так все таки и не идут значит надо снять зажатость и поэтому называется ключевой стресс-тест вот и когда действительно вот в расслабленном состоянии мечтаешь такие движения получаются ну понятно что это не тай-дзи-тьюань ты повторяешь движение потому что их не знаешь но очень похоже вот это для меня большое открытие что я увидел разницу между механическим движением и вот именно движением вот уже как как его правильно состояние ключа уже в этом сегодня есть еще спонтанный танец спонтанный танец если человек делает цигун вдруг уходит на то что он слышит подсказки тела у него могут начаться какие-то дрожательные колебательные еще какие-то подергивающие движения и вот то что в прошлый раз вы говорили как шаман тоже такие вещи могут происходить спонтанно а если человек просто возьмет начнет это имитировать ну как играть роль в какое-то движение если совпадает с его состоянием оно может снять зажимы и он тоже может выйти на такое состояние то есть входы могут быть оттуда отсюда отсюда и вот когда мы говорим о ключе методологии ключа есть философия творца в человеке и если как раз таки инструментарий вот эти всякие разные приемы перебирают которые человек находит именно свое действие и когда он перебирает у него развивается поисковая активность мозга и когда он перебирает а если он нашел действие которые он с ним совпадает у него так сразу становится хорошо я недавно с одной девушкой занимался по скайпу она никак не могла найти потом я сказал а что вы в детстве любили она горит холохоп любила крутить я группа крутите холохопа холохопа нету я городок покрутите как будто есть и она крутит крутить начала крутить начала крутить начала и остановиться не хочет и вернет так стало приятно и вдруг слезы брызнули разгрузка пошла игру вот так делай каждый день одну-две минутки вспоминаю в детстве что ты любила и делай эти движения которые делала в детстве вот интересно правда да это очень интересно владимир а у нас с вами получается прямо на уроки какие-то ведем хотя на самом деле я сам учусь только так получается вот картина все дописываю дописываю вроде бы я показал прошлый раз что уже дописал а потом вот что-то мне вот что-то мне как-то чувствуется ну вот художник но пока не сделаешь вообще говорят надо поставить точку и успокоиться но не могу я но пока не могу нет предела совершенству а творчество она бесконечно вот может быть вот здесь вот надо как-то глаз потому что прошлый раз картина была более интересная но здесь я добавил немножко сюда опять буду ночью чуть-чуть добавлять и там кто захочет сделать коммент по этому поводу что добавить что убавить прошлая картина была лучше или эта картина стала лучше напишите пожалуйста друзья владимир что вы еще хотели посоветовать для всех или спасибо ну я что могу посоветовать я бесплатные ликбезы смотрю и мне пришло очень я считаю очень интересное понимание я вообще люблю такие многие вещи в голове связывать и стараться их как-то кратко для себя описывать что собственно говоря происходит и я понял что вот к вам вот на бесплатные ликбезы приходят разные люди совершенно разными проблемами на последнем бесплатном ликбезе я тоже был в качестве зрителя на канале youtube я тоже смотрел с интересом и главное ведь идут за очень простыми знаниями вот это на самом деле достаточно просто если понимаешь и получается что вот вы часто говорите школа человек будущего человек будущего это мостик знаний от науки человечности к практическим навыкам самоуправления в любых стрессовых ситуациях с переходом в творчество а вы как учитель вот по этому мостику ведете желающих людей но при этом еще обучаетесь в будущем самостоятельно по этому мостику двигаться уже вот используя эти знания вот спасибо очень даже правильно очень даже правильно я очень рад спасибо большое да владимир давайте еще раз следующий раз встретимся как вы смотрите наверно может раньше встретиться я с удовольствием я думаю еще мысли появится конечно будет что обсудить вот главное что это мысль он на практике основа то есть я уже практикую и вы какие-то вот мысли приходят придут я с удовольствием с вами обсужу может еще какой случай произойдет в жизни интересный с удовольствием спасибо спасибо за приглашение мы делаем очень полезное дело до сотни тысяч людей которые нуждаются в поддержке они потом некоторые из них сразу мне пишут у меня все пазлы сложились потому что он или цигун занимался или единоборствами другими заниматься или что-то вдруг начал понимать вот оказывается как знание это сила до встречи спасибо вадимир спасибо большое его хорошего сейчас я посмотрю где здесь останавливается